Так, всем привет! С вами Алексей Гончаров. Значит, решил поменять воздушный фильтр салона. Есть у меня вот такой новый, но я вам уже показывал, что он мне пришел по ссылке. Так, значит, сейчас буду вынимать старый, самому страшно в каком состоянии. Значит, одну часть вот этой штуки открутил, открутил болтики, вернее, шурупы крепления кожуха, то есть вот один там в глубине второй и с этой стороны два. Ну и сейчас посмотрим, в каком состоянии. Спустя два года воздушный фильтр. Я его, конечно, один раз прочищал, продувал компрессором через год где-то. Но это было год назад, тем более время не прошло с тех пор, как продувал тоже что-то около года. Ну, в общем, сейчас попытаюсь вытащить его. Посмотрим, в каком он состоянии. Фильтр. Уже с него труха тут сыпется, будь здоров. Так, тут на нем листья, конечно, как бы их чтоб не натрусить в этот самый мотор. В общем, я думаю, вам видно эта красота. В каком она состоянии. В каком у нас состоянии. Конечно, все в листьях. Надо будет что-то с этим делать на будущее. Так, листья натушу. Ну, в общем, видите, красота в кавычках, да? А вся эта пыль могла бы быть в салоне. Этой пылью. То есть, это я пальцами по рукам. Вернее, по нему. Изнутри он, конечно, такой, не совсем страшный. Я его продувал. То есть, тут еще, ну, хотя тоже уже по сравнению с тем, что есть и с этим. Кстати, я опасался, что здесь будет промокать. В принципе, это чепуха. Не на что она не влияет. Здесь материал такой, но с него видно, что трусится с него тырса, сыпется пыль прям клоками. Вот. Ну, в общем, вот такое короткое видео. В каком состоянии фильтр. Теперь надо там выгрести все. Сейчас попытаюсь показать. Не знаю, насколько видно. Ну, там вот есть листья, остатки. Ну, и все. И этот поставить на место. Значит, в прошлый раз забыл рассказать про такую небольшую проблему. Значит, когда у меня стоял фильтр, то есть, вот с этой стороны у него сделан вырез. Он стоит вот так. И, получается, вот в этом месте О-фильтр задевал рычаг трапеции дворников. То есть, вот там, я не могу показать, залезть. Короче, есть продольный рычаг, и когда ходит, он немножко его задевал. Значит, что я сделал. Вот этот корпус вот здесь. Не знаю, будет видно или нет. Ну, я буквально его там счесал то ли ножницами, то ли ножом. Буквально там на миллиметр. То есть, вот это ребро я чуть-чуть, как бы, сделал короче. Совсем чуть-чуть. И точно так же с этой стороны старый фильтр. Где он, как он стоял? Он стоял вот так. Вот здесь вот это ребро, где лежала вот эта вата. Ну, то есть, сам фильтрующий элемент. Я немножко так бы тоже, как бы, так сдвинул, уплотнил, чтобы фильтр глубже сел на свое место. Чтобы вот здесь, вот здесь вот даже видно след. Вот. То есть, это он терся по самому, по самой вате фильтра. Вот. Ну, уже он тогда не мешал. То есть, вот здесь, если присмотреться, вот он мне, когда начал задевать, он даже его чуть-чуть придавил, сделал такую, как бы, протер. Ну, а потом, когда устранил, то есть, он уже дворником абсолютно не мешал, работал нормально. Ну, имейте ввиду, если у вас будет такая проблема, нужно просто с этой стороны, где вот это окно, чуть-чуть подобрать вату, чтобы она не была там в зазоре, чтобы он глубже садился на кожух. И, возможно, немножко на кожухе, чуть-чуть его тоже, как бы, так опустить вниз. Ну, в общем, как его ставить, показывал в прошлый раз. В общем, кто убедился, что фильтр нужен, что такой он страшный, что сколько на нем пыли и грязи. Как это я говорю, это, езжу сейчас немного, то есть, машина больше стоит, чем ездит. И то, после продувки, вот он в таком страшном состоянии. То есть, почувствуете разницу. Вот тут абсолютно новый и этот. В общем, кому видео было полезно, смотрите обзор, ссылку оставлю вот здесь, вот в подсказке, ссылка будет в описании. Там обзор на фильтры с испистаниями, то есть, как он задерживает воздух и так далее. В общем, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, покажите видео друзьям. Может, кто-то тоже там сомневается, ставить, не ставить, надо, не надо. Я когда поставил, то есть, в салоне совсем по-другому. Листья не летят, пыль не летит. Конечно, не совсем чистый воздух, потому что это все-таки не иномарочный фильтр и так далее. Вот, кстати, пружинки, вон я их повесил. Тоже немножко подуставшая на вид. Ну, ничего, есть запасные внутри. То есть, здесь в комплекте, вот они, есть поставлены, наверное, новенькие, чтобы были. Ну, в общем, вот так. Кому видео было полезно, ставьте лайк, покажите видео друзьям. Вот. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик, о том, чтобы приходили новые видео. С вами был Алексей Гончаров. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Пока-пока. Ставьте фильтр, не дышите пылью. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок